Первый блокад умер мамин муж Белов Алексей. И его похоронили на Пискаревском кладбище. Вернее, складывали там. Не хоронили, а складывали. Я хочу сказать, как первый муж к маме пришел. Я-то была уже вторым браком у мамы. Как он пришел к нам в дом. Ну, это по рассказам моей мамы, конечно. И сказал, Лелечка, прими меня, я умираю. И Лелечка, у которой было уже двое детей. Она его принимает в блокаду, когда каждая крошка была на учете. И она его принимает. И мы как-то выживаем каким-то образом. Вы понимаете, вот это отношение людей друг к другу. Вторым умирает вот его сын Валентин, которому 14 лет. И они с сестрой хоронили, его завернули, тоже свезли на Пискаревку. Почему мой 14-летний братик ушел из жизни? Потому что его сознание было накормить меня маленькую, которая орала от голода. Я же не могла понять, почему мне голодно. Почему я хочу есть, а мне никто ничего не дает. И, конечно же, вот он, как старший брат, во имя меня, вот так, и ушел из жизни. Во имя того, чтобы я жила. Хранить своего ребенка, это я не знаю, какое надо было, какое усилие воли, какое надо было иметь терпение, характер, чтобы это выдержать. И она, мама моя, не могла, ведь я еще была маленькая, которой было чуть больше трех лет. Она ради меня должна была жить. Цена дров, цена воды была равна цена хлебу. Вот каково найти все это в равное? Хлеб нам по карточкам давали, а дрова, может быть, и давали по карточкам, но это же совсем другие. А вот и сами, и где? Из Невы, потому что водопровод не работает. Четвертый, пятый этаж, как все это вот громоздить, какими руками, какими истощенными телами можно было это все поднять в эту квартиру. Это ужасно. И вспоминаю, сколько же выдержали, вытерпели наши матери, помимо того, что умирали их дети. Нам помогли эвакуироваться, потому что я маленькая, вот благодаря этому. Ведь властям-то как было тяжело работать. Ведь беспомощные, голодные, господи. И вот сейчас только это все можешь каким-то образом осознавать это все. Так вот я помню эту эвакуацию сначала по Ладожскому озеру, куда-то нас там вывозили. И вот помню кусок сахара. И вот этот кусок сахара, когда мне тот, кто солдат или матрос, который гребет, нас перевозит, и дал мне. Ну вот, знаете, на всю жизнь запомнила. Ни с какими шоколадными конфетами не сравнивать. У меня мама никогда не смеялась. Вы представляете, мы, проходило время, когда мы, девчушки, собирались, хохотали там, да. Мама, полуулыбка на лице, не улыбка, полуулыбка. Мама, ты что, ты хохочешь, хохочешь. Она не умела смеяться. Вот так, вот такая была мама. Но на ее плечах много было. Оказывается, человек сильный может во имя многое пережить. Берегите мир. Самое страшное – это когда война. Это когда хоронят детей. Когда хоронят матерей. Когда самое страшное – голод, бомбежки. Бережки, берегите мир. Самое – все.